Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Сергей Пьянков и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам улицы Имперми на комфортабельном семейном автомобиле Черри Бонус от компании Демидыч, что на Ким 75. В кадр сегодняшнего дня попадает продукция предпринимателей из города Краснотуринска. Смотришь на название выпущенной им туалетной бумаги и понимаешь, ну не отказал себе товарищ фантазии. Краснотуринский предприниматель Попкину радость произвел на свет. Пермячка Юлия Березина ее приобрела, улыбнулась, сфотографировала, а снимок прислала в нашу редакцию. За что и приогромнейшее спасибо от дежурного по городу. Когда-то в 46-м доме по улице 1-й Красноармейской работало кафе. Недавно оно закрылось. Предприниматели съехали, прихватив с собой и искусственные пальмы, которые служили антуражем при входе в заведение. Деревья они увезли, а вот подставки из-под них так здесь и остались. Народ тут же почему-то решил, что это урны и начал бросать туда мусор. Местные жители этим очень обеспокоены. Вывозить-то его отсюда никто не будет. Ну а мы, в свою очередь, отчасти порадовались за горожан. Все-таки культурные они у нас люди. Раз не на землю мусор бросают, а в емкость, которая хоть отдаленно урну напоминает. Еще недавно на пригорке рядом с 24-м домом по улице Чехова была лесенка, спускаясь по которой местные жители попадали в родной двор. Но недавно здесь уложили асфальтовую пешеходную дорожку. Заодно и закатали старенькие ступеньки. Народ помоложе с этой крутой горкой более-менее справляется. Люди пожилые уже сейчас ищут иные пути подхода к своему дому. Ну а зимой, когда станет скользко, думаем, все окажутся в равном положении. Останется лишь сесть на попу и вперед. Сегодняшний день прямо-таки как подарок осени пермикам. Солнечный, сухой и относительно теплый. Говорит ли это о том, что погода решила нас немного побаловать? Или так, подразнить немного? Об этом знают лишь специалисты. Да, действительно, осень нынче нас не радует вот такими погожими денечками. Ну и этот день, к сожалению, тоже уйдет. И уже завтра с утра будет дождик. Хотя температура завтра еще достаточно высокая. Плюс 6, плюс 8 градусов. Но в последующие дни мы ждем похолодания. Воскресенье прохождение холодного фронта. А с ним уже осадки, дожди и со снегом. Поднижаться будет температура воздуха. Днем уже только плюс 1, плюс 6 в воскресенье. В понедельник еще не очень холодно. Но а вот вторник и среда, пожалуй, уже нам напомнят о том, что впереди зима, пора готовить зимние вещи. Снег, то есть осадки уже преимущественно в виде снега. И температура воздуха в ночное время 0, минус 5. Днем около нуля. Возможно, и гололедец на дорогах. День подходит к концу, заканчивается и наше дежурство. Маленькие новости в большом городе для вас сегодня собирали Анна Водоватова, Сергей Пьянков и Прохор Осипов. Не забывайте, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Так что, если вдруг прямо на ваших глазах произойдет что-нибудь необычное, необычное, интересное или забавное, тут же звоните по телефону 2-630-300 в информационно-справочную службу дежурной по городу. Заодно и поучаствуйте в нашем конкурсе на лучшую новость недели. А в случае победы обязательно получите подарок от салона молодоженов, что на шоссе Космонавтов 57. А именно, бонусную карту сети магазинов Добрыня, на которой уже имеется 3000 бонусов. Мы же на этом прощаемся. Встречайте завтра Романа Попова и ни в коем случае не унывайте. Удачи и до скорой встречи.